Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Рула, я проводник приодеанских энергий, межгалактической медицинской службы, приятный и целитель, доктор Ишин. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова, я являюсь контактером с внеземными цивилизациями, и сегодня на этой конференции я буду передавать ответы наших друзей Межзвездного Союза из межгалактической медицинской службы, которые здесь присутствуют. Один из руководителей Галактической Федерации Света, который курирует в том числе целительскую деятельность, это Аштар Шран. Также здесь присутствует представитель планеты Бурхат Сити Раун, который отвечает за целительские сеансы. Также здесь присутствуют кураторы нашего проекта, Нидгаскау с планеты Ислера и Лишиони с планеты Шимор. И также, да, я тебя вижу, хорошо. А также здесь присутствует представитель духовного мира, который отвечает за обучение плазмоидных цивилизаций и также невоплощённых духов, исцелению тех духов, которые воплощены в плотно-материальные тела. Это Архангел Рафаил, кураторы КСИП и кураторы Гули, которые пришли. Я буду передавать ответы на ваши вопросы, которые касаются космохилинга и всего, что с ним связано, а также вашего здоровья и отношения к самому себе, которые поможут вам исцелиться, то есть почувствовать себя цельным, единым целым с этой Вселенной, с Богом и с самим собой. Скажите, пожалуйста, инсектоиды входят в межгалактическую медицинскую службу? Конечно, есть. Три. Если учитывать чистые инсектоиды на цивилизации, то входят три. Если гибриды с инсектоидами, то семь. А рептилоиды входят в межгалактическую медицинскую службу? Одна входит, одна. Одна цивилизация. Ну, как просто чисто, ну, это не силбет. Это находится в созвездии. Так, это у вас будет... Нет, это на границе как раз в ваших границ созвездий Персея и Рыб. Потому что их сам не входит, но входит их колония. Их сколько колоний? Шесть колоний входят. И они находятся как в Межзвездном Союзе. То есть из Межзвездного Союза тоже там работают, ну, как бы в этой галактической службе. И из Галактической Федерации Света работают, и из Межзвездного Союза. Да, и вот сейчас Аштар Шрангер, даже есть из других галактик, которые помогают энергетически. А вообще, какое количество цивилизаций нам понятных и доступных входит в Межгалактическую Медицинскую Службу? Гуманоидных или... И гуманоидных, и тонкоматериальных цивилизаций. И, кстати, Духовный Мир входит ли туда тоже? Да, Духовный Мир там играет основную роль. А тогда сколько же туда входит цивилизации из тонкоматериального мира и плотноматериального мира? Около 12 тысяч. 12 тысяч цивилизаций? Да, где-то. Даже 12... Нет, вот у меня сейчас показывают 12 тысяч 76. Вот у меня сейчас Аштар Шрангер. Ну, они как бы в разной степени присутствуют. А на сеанс приходят одни и те же кураторы к одному и тому же человеку? Или кураторы могут меняться? Разные могут приходить, да? В зависимости от его проблемы тот куратор, который пришёл изначально, может позвать как бы другого, который может лучше с ней работать. А как целители Межгалактической медицинской службы знают, кому на данный момент приходить и помогать? Идёт настройка на меня. Скажем так, я как проводник являюсь тем проводом, через который приходят те вибрации, которые каждому нужны. Вы настраиваетесь на меня, и потом уже через меня идёт связь. Потом каждый учится уже настраиваться даже и без меня. Ну, для меня лечить – это как дышать. Да, иногда дышать бывает тяжело, иногда легко, иногда светло. Вот. Как бы здесь находишься отстранённо от всего. Ты такой нейтральный проводник должен быть, который не реагирует ни на что и пропускает именно то, что получил. Вот ты получил тот импульс, ты его должен именно в неизменённом виде и передать. Это как провод, знаете, по которому идёт как бы электрический ток. Вот он идёт, и к электрической розетке подключаются телевизоры, айфоны, стиральные машины, как бы холодильники. То есть куча к одной розетке могут подключаться. И каждый получит и будет работать с той функцией, с которой он задан. Стиральную машину будет стирать, телевизор будет показывать, да, но все питаются через электричество. Точно так же и здесь. Каждому придёт то, что ему нужно. От человека требуется лечь, максимально расслабиться и безоценочно наблюдать за всем тем, что происходит с ним. Самое главное слово здесь – безоценочно. Потому что любая настройка на то, что «О, я жду, сейчас вот должно быть это» или как бы чувство ожидания нужно убрать и не торопиться. Вот как бы сеанс не проходил, всегда норма. Что бы ни происходило, это норма. Значит, так нужно вашему телу здесь, сейчас, в эту минуту, секунду. Не зацикливаться на том, на том, что мы, допустим, медленно двигаемся, у кого-то быстрее получается. Очень много в чате вопросов по тому поводу, что у всех всё происходит, а у меня ничего не происходит. Я вот такая вот деревянная. Это неправильно. С таким подходом нельзя находиться, потому что мы таким образом, наоборот, стопорим. Нужно с принятием и благодарностью быть в каждом сеансе, в каждом моменте этого сеанса. Вот что бы ни происходило, благодарим и принимаем. Потому что любые сомнения, страхи, они будут оттормаживать вас и будут понижать ваши вибрации. Поэтому не торопимся. У каждого так, как должно быть, так и идёт. Дают именно то, на что готов человек. Если он не готов увидеть что-то, ему не покажут. Потому что работа идёт очень многогранная, очень многомерная и не всегда понятная нашим умом, потому что работают не только на физическом теле, но и на всех тонких телах, и гармонизация всех тонких структур происходит. Здесь мы не всегда даже можем не то что увидеть, но осознать происходящее. Мы только принимаем и благодарим. На целительских сеансах по космо-хиллингу в процессе сеанса мы ставим воду и её заряжаем. Вот если эту воду разбавить, остаётся ли она такой же заряженной? Так. Отвечает Ситераум. Вода. Информация, энергетическая информация об восстановлении всех органов и систем организма записывается в, можно сказать, это межмолекулярные связи всех молекул воды, которые находятся в процессе передачи информации. То есть вы это называете зарядом. Если в эту воду добавить другую, то энергия, которая находится в межмолекулярных связях, она сохранит свои свойства и распространит на соседней. То есть да, она ещё зарядит другую, в общем говоря. Мне там сейчас, что процесс несколько сложнее. Главное, чтобы эта вода не подвергалась нагреванию выше там 80 градусов. Значит, там воздействие на воду высокой температуры способствует выходу из неё там энергии первого уровня. И в том числе это будет выходить и та энергия, которую зарядили тонкоматериальные цивилизации и гуманодные цивилизации. А электроприборы влияют ли на эту воду? Нет, если нагревания не было, то другие энергии электромагнитного спектра не влияют. Именно тепло, когда её подвергаешь переводу из жидкой формы в газообразную. Вот перед этим, когда перед кипячением, то есть перед тем, как ей закипеть, молекулы переходят в другую форму из-за того, что из них не выходит эта энергия тепла. Она нагревается, от этого и выходит эта энергия, которую заложили. Я слушаю сеанс в наушниках для лучшего качества звучания. А как же тогда быть с водой? Как её зарядить? И заряжается ли она тогда? Поставить с собой рядом и те цивилизации, которые, те представители цивилизации, которые будут работать с вами, будут через ваше биополе действовать на предметы, находящиеся рядом, в том числе на воду. Главное, чтобы она должна быть в открытой посуде из натуральных материалов, то есть не из пластика и желательно не из металла, а вот как из стекла. И она должна быть открытой и лучше в широких таким. Гроловины, да, вот такой. Можно на сеансе вместо себя за знакомого попросить облегчение болезни, например. Или надо только этого человека подключать с его согласия? Лучше, чтобы он сам присутствовал. Потому что это, если он в этот момент попросить-то можно, но если он в этот момент не будет сознанием находиться в этом свете, то это не принесёт такого эффекта, он будет отключён от происходящего, сознание не будет участвовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова